всегда вернемся я просто благодаря вопросу перебил подсказка вячеславу если канада и сибирь то это сибирь то можно посмотреть и сравнить погоду давайте я еще раз как я говорил сейчас я расшарю кран и покажу где находится канада нашел уникальную на мой взгляд изделие понимаете я если она подлинная действительно на этики то есть что такое в моем понимании на этики моржовая слоновая кость из которой что-то там вы стругливается вы знаете что нарисовать я понимаю что можно все что угодно если мы сейчас перед собой видим действительно предмет который вы струган то это карта который очередной раз подтверждает мою правоту я понимаю что не все видят то что я вижу и я просто вам помогу что я вижу на этой карте а на этой карте которая изображена на вот этом камушке я вижу следующее так вот что я вижу на этой карте изображен вот такой континент теперь давайте на этой карте я еще раз вам покажу где находится сибирь дело в том что нас немножко обманули вот смотрите я сейчас покажу нам нарисовали вот так вот видите вот на своих картах мы можем только найти вот такие очертания вот здесь мы находим индию грубо говоря вот мы узнаем носик а здесь находим назовем условно китай там переходит там индонезии так далее но нам не дорисовали если на дорисованной карте вот как она выглядит смотреть правильно то еще раз показываю здесь находится индию здесь находится китай здесь находится соединенные штаты америки а вот здесь находится канада а вот здесь находится сибирь поэтому погодные условия канады и под погодные условия сибири также как и флора и фауна местами могут разница но я еще раз говорил видите вот этот кружок допустим овал самый нижний американцам нужно было как-то объяснить что там впереди находится тайга до тайга ну надо было придумать канаду американцам надо было объяснить что же впереди находится впереди американцы видят псевдо мексику которая переходит от относительно плавно в антарктический круг поэтому придумали мексику а псевдо австралия по факту тут находится вот тут вот тут находится псевдо австралия то есть где живут люди где мы привыкли видеть поэтому я даю яркие названия роликов чтобы привлечь внимание америке нет я пишу человек с мозгами когда начинает разбирать ролик он начинает понимать и что автор имеет что соединенные штаты америки концлагеря есть но континентов америки нету когда я называю ролик сибирь это австралия я также классно говорится когда я называю ролик сибирь это канада я имею ввиду что они не четко находится канада на территории сибири а я имею ввиду что канада плавно переходит сибирь давайте еще раз покажу где находится канада вот так знакомо очертания индия китай мы узнали у здесь сша давайте черным выделю сша точно было красным а черным я выделю черными выделю канаду вот канада а вот сибирь поймите вот этого носа на нашей карте нету его просто не нарисовали но он есть и вот благодаря вот этой нэцки вот он этот нос вот он нарисован вот он вот очертание этого носа даже умудрились на это какие-то на мазюки на латыни даже на нэцки написать возможно это фейк но даже если это и фейк хотят хочется верить что это камушек настоящий все равно на этом камушке нарисовано то что я вам показываю вот она эта карта но так-то понять не надеюсь я буду постоянно неустанно повторять это как мантру что континента в америка не существует все американцы проживают в этой области я очень благодарен за поддержку многих жителей сша которые очень положительно относятся к моему творчеству это конечно наши бывшие соотечественники частности ирина вады она с большой радостью принял эту информацию она живет 20 или 30 лет в соединенных штатах и когда она узнала услышала что озвучил она пришла полный восторг и всячески в комментариях поддерживает меня и даже приводит некоторые свои наблюдения которые она звучала так что теперь понятно куда колумб плыл если он в индию плыл а попал в америку то по этой карте все нормально получается даже по вывышенной слова скажи пожалуйста приморский край сахалин хорошо давайте покажу где приборский край где сахалин давайте покажу с удовольствием еще раз индия китай сша канада и приморский край сахалин специально уважаемый ой ё-моё смотрите уважаемые слушатели зрители где живет наш алексей никитенко вот красным кругом я выделяю для вас уважаемые друзья также кстати в кадр попадает насколько я вижу наблюдательным глазом амур и также известные некоторые реки полноводные сейчас название забыл вот просто смотрите на эту карту никто ничего не пропало красный круг это территория концлагеря грубо говоря россии здесь находится в красном кругу и хабаровск и николаевск на амуре и и т.д. и т.п. а уже южнее если любой хабаровчанин пойдет на юг то рано или поздно он придет джим керри по происхождению канадец кстати я когда новый скриншот делал на вот этот свой ролик гиперборея джим керри комическую картинку засунул скриншот на оформление вот так то понять не уже надеюсь титаник не тонул он благополучно достиг соседних земель и пассажиры все остались живы бермудский треугольник 50 процентов кавычках погибших самолетов и кораблей достигли соседних земель олаф янсен из произведения дымчатый бог рыбак со своим сыном видел именно эти земли легендарные герои из произведения санник также достигли этих берегов нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах адмирал берн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов а